Квантную механику Мы сегодня опять обсуждаем квантовую механику И мы начинаем обсуждение с того замечательного тезиса Эйнштейна о том, что существует ли Луна, когда ее никто не видит Странный тезис, да? Мы же все понимаем, что если пол-Луна тоже существует И Луна существует независимо от нас всех Тем не менее, Копенгагенская интерпретация квантовой механики Предполагает, что некоторые вещи, если ты их реально не наблюдаешь То они как бы не существуют То, что тебе в принципе недоступно в ситуации наблюдения То оно как бы не существует Это вот такая странная вещь Обратите внимание сегодня, чтобы пытаться дать интерпретацию квантовой механики В отличие от общепринятой Копенгагенской школы Можно постараться задуматься о том, что такое на самом деле Пространство, что такое время Мы знаем, что вряд ли кто-то из современных физиков Будет пытаться отрицать их объективное существование Пространство и время для современного физика И для любого современного человека Это такая же объективная реальность В данных ощущениях Как этот стол, как эта кружка Как вот эта телевизор напротив меня Как видеокамера, как фигус и так далее Он, безусловно, существует по-настоящему Но мы обратим внимание, что была прямо противоположная точка зрения Которая относилась к достижениям трансцендентальной философии В самом деле, для Эммануила Канты, дипрома или для Декарта Пространство есть не что иное Такое, как формат данности предметов в целом сознании То есть предмет существует И насколько он является собственно предметом Он является протяженностью Протяженность Протяженность – это не свойство предмета По Декарту тому же Ни в коем случае Он может быть круглым, может быть синим предметом Он может быть громким, может быть тихим Это его предиката всего лишь Но то, что он дан именно как предмет То есть его собственная предметность Это и является его протяженностью Это вот такое странное представление философии Которое, безусловно, имеет под собой такое основание Которое говорит, что все предметы, которые нам даны Они даны в форме пространства И пространство имеет дело отношения собственно К форме восприятия самого сознания А не к форме собственно предмета Вот, это странная точка зрения Которую, пожалуй, никто из современных физиков Ни в коем из мере не различает Отмечу, сразу же хочу отмечить Продавая наше сегодняшнее осуждение Некий элемент развлекательности Что в определенного рода художественной литературе Есть попытки введения подобного рода Рассмотрения пространства Как чистой формы сознания Ну, в первую очередь, это Филипп Дик Известный американский фантаст Там у него был придуман какой-то наркотик Благодаря которому люди могли путешествовать во времени Они не путешествовали в космических кораблях В каких-то капсулах Они просто принимали наркотик И, безусловно, и перемещались таким образом на время Ну, потому что время есть нечто такое, как форма восприятия Филипп Дик, правильный писатель Я хочу заметить, что в известном смысле Многие опыты по приемам ЛСД можно интерпретировать точно так же В самом деле, все сходятся на том, что многие вещи Когда ты двигаешься под влиянием ЛСД по треку времени Оказывается, что ты их переживаешь как бы заново и в полной полноте Той же, который ты когда их испытывал Ты их именно не вспоминаешь, а ты их заново переживаешь Говорят, что это, тем не менее, какие-то наведенные состояния А первым здесь только к одной простой вещи Ты переживаешь свое состояние Например, тогда, когда у тебя по календарю там было средневековье Но почему люди у тебя ходят в отличных костюмах? Тогда люди под ЛСД экспериментом на этом основании говорят, что это всего лишь как бы Наложение различных эпох, которые ЛСД сдает вместе Но если мы просто поставимся понять под ЛСД эксперимент Реальный эксперимент, аналог фантаста Филиппа Задика Когда мы действительно двигаемся по треку времени Переживая наши предыдущие как бы прирождения То тогда становятся свои на места Просто существующая хронология, различающая античности и средневековье Она просто-напросто не верна Я просто ввожу, да, элемент возникательности в наше сегодняшнее представление Потому что там пойдут какие-то формулы, эксперименты, что-либо еще Потом еще из элемента возникательности Это, конечно, Виктор Олегович Пелевин Чапаев «Пустота» Там тоже главный герой Петька «Пустота» Путешествовал подобным образом во времени и пространстве Но еще время и пространство всего лишь полном восприятии Известный мистик Байрон Юнберг Не помню уже как звали его «Черного барона» Он точно таким же он переводил своих подопечных из одного пространства на другое Просто толкая их рукой Толкая и они не переходили Но «Пустота» иногда был внимателен И он мог убедиться, что для него нынешний мир это всего лишь быстро декорации Которые они убирают и стоят на другое место Это два примера попытки интерпретировать того, что такое глядь за пространство и времени Тем не менее, помимо вот таких полушуточных попыток типа Дикой или Пинемина Есть и мощная традиция трансцендентальной философии Которая говорит, что пространство не имеет дело отношения к собственности самого сознания Действия самого сознания А не к объективному положению тела Ну, в самом деле, давайте посмотрим на какое-то предмет Например, на бревно перед моими глазами Мы смотрим на бревно перед моими глазами и задаемся вопрос А его протяженность является характеристикой собственного бревна или для меня самого? Ответ И ни то, ни другое В первую очередь, она, конечно, является характеристикой меня и бревна Ну, почему? Ну, потому что я нахожусь на нем на каком-то расстоянии И очень часто та система отсчета, с которой со мной связана, она может ехать, двигаться И тогда длина бревна, в зависимости от моей скорости, будет меняться Если я поеду навстречу бревну на большой скорости, то бревну будет казаться короче Потом не казаться, она становится короче Само бревно Мы видим таким образом, что протяженность или длительность, даже в специальной теории относительности В общем-то, в очень наивной физической теории Кажется то, что является гораздо большей характеристикой наблюдателя, чем собственно бревна Но ясно, что она имеет отношение и к бревну, потому что одно бревно всегда короче в два раза, чем другое Скажем То есть это, с одной стороны, речь идет о бревне А с другой стороны, речь, безусловно, идет обо мне, как некой системе наблюдения Мы видим, что здесь есть уже очень большой намек и очень большое подозрение на то, что Именно протяженность является лечебным, как формой собственно самого сознания И вот эта фундаментальная ситуация, которая оформилась в начале 20 века, она для нас как бы является существенной Теперь давайте мы посмотрим на следующий момент Мы видим, что от того, что длина бревна, от того, что мы находимся дальше или ближе от него, не меняется Ну, с другой стороны, если я прошел, поехал мимо него на велосипеде или прошагал на костылях От этого длина, этого бревна изменится В этом суть, в общем-то, Энштейнерского перехода, да То, что демиорк, а демиорк это любой наблюдатель Прошел мимо него на костылях Он прошел мимо него на костылях И бревно стало короче, ну длиннее, он становится Он остановился, бревно стало длиннее и так далее Как бы вот такая вот странная ситуация возникает в мире Вот, хотелось бы после этого, конечно, перейти ко второй производной, то есть к ускорению Но ускорение в законной физике, а это есть Мапласовский детерминизм Она состоит в том, что ее ускорение является тем, что абсолютно Не зависит от системы координат Сила равна массам ускорения Реальные законы, то есть законы для сил, законы физики, пишутся для вторых производных То есть для ускорения Вот, поэтому дальнейшее движение здесь невозможно Но мы попытаемся посмотреть на эту точку с другого некого ракурса И мы должны постараться понять То же самое представление о пространстве Сохраняется на больших и маленьких интервалах Это суть той революции, которую задел Александр Балдачев Наше мировое зрение как бы Они суть и то же самое пространство Мало и в большом Что это означает? Ну вот это означает такую странную вещь В свое время я не читал статью, но мне ее о ней рассказывали У нас в физике твердого тела теоретика была такой авторитет Андерсона И в нем была статья называлась «Больше бывает по-разному» Что это означает? Это означает, что он показывает, что для физика, занимающегося различными сферами физики Физики твердого тела, метро-чтиц, то есть понятие больше, то есть понятие размеров Как бы имеет собственный смысл, разный различный смысл Здесь мы тоже пытаемся говорить нечто подобное Значит, что оно говорит? Что вот это самое пространство, то есть некая данность, организованность Она на каждом уровне, то есть на каждом микроскопическом уровне Имеет собственный характер Ну что это означает? Ну вспомним наш полумистический разговор об эгрегорах Что когда я принадлежу определенного рода роду Я принадлежу, например, экзантийскому эгрегору по той простой причине, что я русский Представим себе звезду, то есть то, что Балдачев называли системой с большей препаральностью Как мы будем выглядеть для него? Для него мы будем выглядеть странным образом Что вот здесь у нас лежит эгрегор рода на его собственном, а здесь экзантийский эгрегор И ситуация для звезды, то есть для объекта с большой препаральностью выглядит странной Что я одновременно нахожусь и в этой области пространства, и в этой Для меня она истинность Я могу быть патриотом и воровым в законе одновременно Для меня Я же могу быть патриотом и воровым в законе одновременно то есть принадлежала двум Ну, если считать, что с Plego агрика воров с законем существует Двум, противоположным родам вещам, они несомвестимы Я могу принадлежать к определенному роду Своему роду, вот именно в том смысле, который говорит Хельфс И одновременно принадлежать к этому объекту, к какому-то другому объекту. Одновременно. Вы посмотрите, что вот эти сущности с более высокой порядком пространственности, чем у меня, они как бы внутри себя и существуют. Теперь попытаемся посмотреть на эту точку зрения, с точки зрения очень маленького объекта, например, того самого электрона, или атома, или что-либо еще. Что такое для него пространственность, что такое для него протяженность. Например, две щели перед ним. Две щели для него, на языке Александра Палачева, имеют более высокую темперальность, более высокую службу. Это что означает? Это означает, что они не воспринимаются у него как протяженные, как пространственные объекты. Это означает, что он принадлежит к этой системе всей целиком, одновременно. То есть вот этих двух и для него различных щелей не существует принципиально. Вот что я говорю. Как принадлежит? Как ли мы принадлежим к одному определенному объекту? Как мы... Допустим, принадлежим к одному объекту, что... Что? Ну и что? А как это связано, что электрон, как бы для электрона, как бы две щели-то одна? Да. Для него это не име... Они не являются пространственно различными. Почему? А почему они должны для него объявляться в пространстве? Если у них кемпаралит свыше, чем у него. Как еще кемпаралит? Сложный, сложный. Структура, структура. Некая функструктура. Ну, это просто как бы игра термина, кемпаралит, структура. А что за этим стоит? За этим скрывается как бы масштабность представления пространства. Что у тебя есть некая шкала пространства. У тебя была шкала, когда ты переходил из одной системы отчета в другую систему отчета. Существует такая шкала? У тебя, по ревну, становится короче длиннее. Да? Существует. Теперь мы зададимся вопросом. Если мы переходим с одного масштаба на другой, понятия о пространственности и протяженности на этом масштабе меняются? Что значит масштаб? Да, в смысле масштаб микро-макро. Микро-макро, да. Микро-макро. Ну вот, например, я предлагаю, говорю, посмотрим на эту самую ситуацию с точки зрения какого-то очень сложного объекта. Ну, такого какого-то, темпорального. Темпоральный. В смысле Балдачева, не будет обладающего сложной темпоральной структурой. Я... Вот такие каком... Слово какие-то очень гибрия уходит. Да нет, дело даже не гибрия, просто это какие-то термин, сложная темпоральная структура. Знаете, ну это же просто за каким-то термином, на мой взгляд, как бы, не скрывается никакого содержания. А ты почему сплавался? Что хотел сказать? Вот так-то, в простом. Я хочу, я хочу нарисовать некую картинку. Хочу сказать, что для электрона, проходящего сквозь две щели, две щели не являются пространственно-разнесенными объектами. Так а зачем это? Потому что постараться понять, что такое квантовая механика. Как это с бревнами? С бревнами это сопряжено таким образом, что у тебя на каждом микроскопическом объекте пространство бывает по-разному. То есть у тебя от системы отчета зависит от того же самое бревно. Он зависит не от того, что ты приедешь на большую скорость, но маленькая, действительно, бревна. Он зависит от того, какой у тебя масштаб. Ты по отношению ко всевозможного рода, у тебя есть объекты, условно говоря, не по равной сложности, маленькая или большая. Ты по равной сложности старательно наложи как некий объект. Я прошу прощения, можно? Да. Я не знаю, прежде чем какие-то понятия странные выдумывать, мне кажется, не проще, а гораздо проще обычная стандартная декадация. Скажем, электрон подлетает к двум щелям. Что удивительно, что электрон как некая волна, как некое облако. И то, что облако или волна проходят одновременно через две щели, это не абсолютно никакого парадокса, это вполне естественно, это можно там видеть в гидродинамике, как капли, ты говоришь. Ну, как капли, да. Волна нет, простите, а фиксируется почему-то там вольная точка. Сейчас, секундочку, секундочку. Да, но это облако, оно как бы такое особого рода. Если, скажем, облако газа, допустим, имеет там в разных точках пространства разную плотность, к примеру, то здесь есть как бы особого рода плотность, которая характеризует, как бы, вероятность, да, обнаружить, допустим, электрон в этой области пространства. Плотность, вероятность. Ну, у тебя он одновременно в твоей щели один и тот же электрон приходит, одновременно через две щели. Да, но это облако. Как облако, да. А теперь твой же самый плевкор, Менделя. У тебя один и тот же электрон, у тебя про электрон, фотон. Может выходить из двух лазеров одновременно? Одновременно не может. Ну, так, а почему? Он такой же симметричный эксперимент, как и эксперимент с дефракцией электрона. Точно такой же симметричный. Он у него такой же точно смысл. Там он сквозь две щели выходил, а здесь из двух лазерных установок один фотон выкрыл. Правда, надо сказать, что этот эксперимент мы, как бы, все-таки так тщательно не анализировали. Может быть, здесь какой-то... Хорошо, Розана-Подольского, у тебя два спутанных состояния. Один на одну часть мира полетел, вторую во вторую часть мира. Изменив состояние первое, то есть, взяли его, померили. Померили. У второго, на самом деле, все тут же решено. Как это произошло? Как это следует вот из этой капельной волновой теории каким-то образом? Нет, ну, это никак не следует, но это ей не противоречит, во всяком случае. Почему она ей не противоречит? Но, по большому счету, у Розана-Подольского, по такой капельной пентгагенской интерпретации, ставит большой жирный крест. Почему крест? Я не понимаю, что тут как бы... Ну, как бы, типа, нелокальность. Ну, не то что нелокальность, просто вообще катастрофа полная. Просто ты понимаешь, что у тебя в квантовой механике, в ее представлении, у тебя же представление об этой функции, как они что-то вероятностно. Поэтому, когда они у тебя летят, ты пока их не померил, да, эти? У тебя эти штуки, я с Линнен, скажем, да, у Литона, они определены. Они с равноверенностью существуют туда и с равноверенностью обратно. Согласен со мной? Теперь ты ее померил, взял за себя, в кончике-скруточке взял, померил. Почему тогда ты определил понедельник? Это значит, что, когда ты говоришь, в разумении, есть какая-то мгновенная или чрезвычайно быстрая связь. И оказывается, и такого куча просто оказывается. Вот у тебя мгновенная быстрая связь, а есть, в общем, через всю Вселенную, со сверхсверхотовой скоростью и так далее. А всего-то нужно крабиную теорию пытаешься спасти. И я говорю, что вот эта самая ситуация, и патриархи Копенгагенской интерпретации Розына Подольского, они говорили, что это просто невозможно. Я эту статью читал, у Фока было. Они просто объясняли, почему это невозможно. Взяли 70-е, 80-е, 90-е годы, на них поставили кучу экспериментов, эксперимент Розына Подольского подтверждается. Как с этим быть? Ставить, это поставить жирно, крестно, как Копенгагенская интерпретация. Нет, на самом деле, если ты под Копенгагенской интерпретацией понимаешь вероятность свою трактовку волновой функции, то ты не ставишь на ней крест. Не только вероятность, но у тебя все равно. Копенгагенская интерпретация, она подразумевает простую вещь, которую мы можем сказать. Что у тебя, когда два идет спутное состояния, например, электрон со спинами вверх и со спинами вниз, они у тебя, значит, с конкретным спином, они у тебя неопределены. Я понимаю. Неопределен у тебя, понимаешь, да? Ну вот он неопределен. Но это означает, что он улетел на одну часть мира, другой на другой. Ты его померил, у тебя спин вверх. Значит, единственный вариант, почти мгновенная, очень чрезвычайно быстрая связь, сигнал. Ну, мгновенная получается. Ну почему мгновенная? Ну, мгновенная. Нет, какой-то конечный. Ну, ясно, что на результате чрезвычайно с высокой световой скоростью, но все равно это странно. Что это за мгновенное взаимодействие? А я против Племгора уже медленно молчу, когда один фонтон выходит из двух лазеров одновременно. Известно, что один одновременно из двух. Это как? Нет, я все это понимаю. Да, но то, что ты говоришь, что это сложная темпоральная структура, что для них... Да, у меня попытка. Я хочу сказать, что электрон, простую вещь, что электрон не движется, все элементарные штицы не движутся в пространстве, в нашем понимании. Это мы их помещаем уже в пространство. Для него, для электрона, пространства нет. Пространство – это премовная форма нашего восприятия. Для электрона пространства нет, я хочу сказать. И времени для него тоже нет. Поэтому две щели для него не являются пространственно разнесенными объектами. Вот как я один сижу здесь, я могу обладать кучей свойств, для меня... А почему для магрообъекта есть это пространство? А вот здесь есть понятие вот этой самой структуры. Вот этой структуры. И оказывается, что пространство, если мы представим... Я предлагаю очередной раз насладиться этим объектом, с самой рекламой, так называемого демона Данилова, или даже снять его, назовем демоном Балдачевым. Насколько демон Данилова у нас уже был? Вот у нас демоном Балдачевым. По аналогии с демоном Максвелла. Который... У него... Ну что если сидел демон Максвелл? Он такой маленький сидел и молекулы там по скорости сортировал. Что-то там занимался вот этим. А демон Балдачевым, он чем занимается, демон Балдачевым? Он становится то большим и сложным объектом, у него свое представление пространственности. То таким, как мы, то есть люди, у которых есть видеокамера, стол, телевизор, что-либо еще. И... Или... Точно так же. Или совсем маленький. Настолько маленький, у него настолько убого и куцая представление пространственности, что для него два электро... Две щели не являются пространственно разнесенным объектом. Вот эта странная магия, что для него две щели не являются пространственно разнесенным объектом. Поэтому для него проблемы, как и для нас нет проблемы принадлежать к своей русской государственности, византийскому этому и своему хренгерскому роду одновременно. Мы же к ним принадлежим. А если бы на какое-то магическое существо, то есть вот этот демон Балдачева, посмотрел на нас более высокого масштаба, то вот эти самые... Для него Византия, сироты, что-либо еще являются бы пространственно разнесенными структурами. И то, что мы принадлежим к нему, казалось бы таким образом, что мы одновременно проходим через трое каких-то странных ворот. Через трое странных ворот. Как и нам сейчас, когда мы смотрим на Литон, Боже мой, он одновременно проходит сквозь две щели. Как он проходит через две щели? А как один и самый фотон выходит из двух лазеров, находящихся на большом настроении Долго-Долга? Один и тот же фотон выходит одновременно из двух лазеров. Да как такое может быть? Но для Литона в этом нет, потому что он не знает пространственности развлеченности. Вот что он делает. Ты хочешь сказать, что на более высоких уровнях всегда будут противоречия, что ли? Что? Да. Когда мы смотрим на мир, нам вот эта нижняя магия становится непонятной. И получается, чем выше уровень, тем больше противоречий? Да. Тем сложнее понять, да. Мир более богат, мир более богат. И те вещи, которые мы, как некие примитивные существа, осуществляем запросто, например, служение российской государственности и статус вора в законе, это мы запросто же осуществляем в нашей жизни. Легко. Легко. Для него окажется совершенно невозможно. То есть, даже как нам кажется невозможно, как это один и тот же электрон выходит из двух лазеров, и одновременно. Как такое может быть? Ну это странно. Обычно вертикаль-то рисует так, что на ворот, то на вершине все понимает, на нее все пространство. Ну вот, у нас получается, что совсем не так. Не потому, что он ничего не понимает, а просто для него пространство у Бога. Настолько пространство... Понимаете, тут надо отличиться от той простой вещи, что пространство – это как бы свойство мира. пространство – это свойство субъектности. Пространство – это свойство субъектности. И у него, как у этой штуки, существует определенное иерархие отношений к каждому миру. Быть в пространственном смысле, находясь на позиции демона Балдачева, скотчившего верхом на Элитро, это совсем другое, чем быть на крыше мира, находясь, вскочив на красного гиганта звезду. Это разные понятия. То есть, у тебя разный масштаб. Игорь, а такой вопрос. Так если для Элитро и Твещерина являются пространственно разнесенными, а откуда берется интерференция тогда? Точно так же. Когда я являюсь патриотом, государственником и правом законе, для меня тоже будет интерференция. Утром я патриот-государственник по одним законам действую, а вечером я был в законе. Вот у неё и будет интерференция. Ну, по-моему, интуиция... Интуиция-то и вкладывается, только единственная проблема это состоит в том, что у тебя пространство получается чем-то произвольным. Не произвольным. Оно оказывается масштабируем. Как название статьи Андерсон? Больше бывает по-разному. Пространственность бывает по-разному. Пространственность на каждом этапе еще разная. То, что больше бывает по-разному зависит только от эталона. Если эталон фиксировали, никакого больше по-разному не будет. Что нам дает это понимание? Это попытка построить другую интерпретацию квантовой механики, где фотон может выходить из двух лазеров. Ну и что нам это дает? Я понимаю, Аркаш, что твой упрек, что у меня нет эксперимента в настоящий момент, чтобы эта теория обладала реалистической силой. Да нет, это не упрек, я просто искренне не хочу понять, что это дает? Какие это дает нам возможности, если мы введем такую теорию? Ну хорошо, мы перенимаем. У него и хочет как бы расправиться с некоторыми парадоксами, которые есть в квантовой механики. Ввести новые парадоксы, которые друг к другу утикла. Просто так, понимаешь, если мы пытаемся расправиться с этими парадоксами, значит это позволяет нам решить какие-то там задачи. Правильно я понимаю? Да. Вот я и хочу понять, какие задачи ты хочешь с помощью этого решить. Я понимаю твой упрек, что у меня нет однозначно сейчас, эксперимент, я его просто не придумал. Такого, который позволил бы эту интерпретацию, проверьте экспериментально. Я же говорю, ну я твой упрек в этом применю. Теория должна быть непротиворечима, как бы это требование к теории. Ну она может быть сколько угодно и противоречима. Нормальная теория, а достаточно противоречима. Я вот как понял, да, я это, к сожалению, теперь уже далек от физики. Я понял так, что ты хочешь сказать, что переходя на каждый новый уровень по масштабу, происходит изменение восприятия пространства, а соответственно пространство является функцией восприятия. И там начинает возникать как бы парадоксия более низкого уровня для тех, кто находится на более высоком. По словам языка мы понимаем, что это более сложное, да, вот это вот слово, которое там вышло, да. Терпаль, тим, 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 тим. В франц это здесь слово не имеет к свинечному внутреннику. Вот. Но я, ну, допустим, это так. Допустим, это так. Я не понимаю, что мне это дает, какая мне разница, что это так или не так. Что, и какую это еще, была какая-то сложность, что ли? Правильно я не знаю? Ну да, да. Какая была сложность? Ну вот это тем же, грубо говоря, сложным по-дольски. То есть они там мучились, никак не могли понять, почему же это так происходит. Да, да. Они просто, у меня, я расправлюсь с этой штукой чрезвычайным образом простым негативным отрицанием. Я говорю, что эти два электрона, образующие одностотное состояние, они по-прежнему не являются различимы для себя. Понимаешь, в чем дело? С точки зрения, ну, моей элементарной логики, получается, что ты вот всю эту теорию просто ввел в качестве определения. Как, ну, там Эйнштейн, например, взял и сказал, скорый свет является фиксированным, да? Скорее, как Эйнштейн в этом интерпретации фотоэффекта. Ну, то есть ты какое-то допущение сделал. Ты решил, что это так, без экспериментов. И тогда у тебя снимается продукт, который существовал в нашем мире. Да, да, да. То есть тогда просто у тебя оказывается другой способ интерпретации. Для них же, они считают, что пространство, то, которое наше пространство везде, оно, как бы, в сколь году мы штебируем обмен вести? А в чем проблема, что мы вообще не вводим никакую теорию, а просто принимаем, что это так? Ну, понимаешь, вот, нет у нас теории, почему Луна висит там. Можем долго искать, а можем искать из того, что Луна вот висит на небе, и все. Да. Понимаешь, почему? Да. Это, конечно, этот вопрос для нас, как философов, типа того, что может волновать. Нормально человек его не волнует. Он знает, что Луна висит на небе, даже если он на нее не смотрит. И даже светится. Да, и даже светится, если он на нее даже не смотрит. Ну, да. Не парится по этому поводу. А Копенкагенский физик считает, что Луна висит на небе только тогда, когда есть на нее кому смотреть. Ну, можно так сказать. Есть? Нет, ну, совсем не так, на самом деле. Знаете, ну, я так могу сказать, что Луна имеет свой. Все существуете только потому, что я на вас смотрю и вас устраивает. Нет, в содержательном смысле. В содержательном смысле. В содержательном смысле. Нет, в не существовании. Именно в содержательном некотором смысле. Вопрос, обладает ли электрон спутанным состоянием фиксированным значением спина? Правильно. Пока я его не вижу. А крайне с свойствами имеется не существование, а еще и до свойствами. Для меня, например, вопрос, обладает ли электрон спином. Даже тогда, когда его не меряется, что он спин, является важным. Нет, ну, понимаешь, это же опять как про Луну. Пока ты об этом думаешь, у него бы есть вообще понятие спина. Как только перестаешь об этом думать, то ни электрона, ни спина нет. Да, но это тоже вопрос. Существуют ли грамманьонца и неандертальца спины, электроны или фотоны? Как ты думаешь? Я не знаю. Я думаю, что он о них ничего не знает, но не существует. А ты знаешь, на что похоже? Вот есть обратная сторона Луны. Пока на нее не посмотришь, ты не поймешь, что там на обратной стороне. Но она есть, есть. А у Луны нет. Вот скажи, вот этот цветок существует? Есть какой-то спин. Есть неопределенный состоит. Да, наверное, да. Нет-нет, а у Копенгаринской интерпретации твердо говорится, что никакой, если пока я не вижу этого цветка, они видят меня, он не существует. Да нет такого Копенгаринской интерпретации. Почему существование? Электронка существует, у него свойства просто неопределенные. Ну хорошо, есть такая интерпретация, а почему мы про нее так переживаем? Ну потому что нас это интересует. Да, нас это интересует. Нет-нет, подождите. Мы потому что с ней не согласны, я никак не упрек. Да, потому что... Мы с ней не согласны? Да, потому что нам Копенгаринская интерпретация не близка. Не близка, ну хорошо. А им-то она близка? Близка, да. Мне, например, не близко курить собак, а другие люди курят. Это очень важный вопрос, ты обсуждаешь. Безусловно. Ясно, что очень многим людям мы знаем все равно, какая у нас интерпретация квантовой механики. Копенгаринская или не Копенгаринская? Поэтому мне было бы, например, интереснее обсуждать про твою интерпретацию и понимать, что она дает. И если ты говоришь про Копенгаринскую, то тогда было бы интересно понимать, зачем она была им нужна. Что она не давала? И что, на твой взгляд, она, на самом деле, может они заблуждались? Или наоборот, они думали, что она дает такие результаты, а какие-то другие исследования показывают, что таких результатов нет. Ну вот мы про Розаново-Подольского обсуждаем. Эксперимент Розаново-Подольского обсуждает. Давай еще раз что было понять. Вот у меня две перчатки. Одна на милую руку, другая на правую. Я их положил в черную коробку. Не знаю, кто-то их положил. Одну, по правилу, в один конец этот. Другой, в другой конец. Значит, я открываю, а там у меня правая перчатка. Отсюда думают, что там речки белые. Нормально? Нормально. Это естественно. Вот это называется, что у нас существует даже тогда, когда ее никто не видел. Перчатки существуют, даже их никогда не видел. В квантовой механике совершенно образом дело не так обстоит. У него с самого начала, когда есть два электрона, никогда нельзя понять в каком настоянии. У тебя есть суперпозиция двух состояний. Левого и правого. Это означает, что ты отправил один туда, у тебя там есть суперпозиция ящика. У тебя суперпозиция левого и правого. И на другой стороне тоже суперпозиция левого и правого. Поэтому, когда Капенко έдропретация делаетaren Gotayvoff, поэтому она говорит, что невозможно для такая ситуации. Ты открыл, а у тебя тогда правая проблема. Значит в другом этом штуке левая. Такого, говорят копенгагенцы, говорят, невозможно. Луна существует только тогда, когда ее видят. Слушай, а что они, понимаете, как думаете? Тут обсуждение происходит на уровне не верования, а не на уровне, блин, фактов. Ребята взяли поставить эксперимент и поняли, что если у нас одна правая, то всегда тогда другая делая. Ну, так замечательно. Слушай, а как копенгагенская, так сказать, представитель копенгагенской школы, что говорили? Ты измерил спин, а там плюс одна вторая. Так они говорят, что в тот самый момент, который у тебя было, у тебя эта ситуация развалится. Из чистого состояния она у тебя приходит смешанная. То есть начинает у тебя, у тебя правая перчатка становится правой, потому что ты ее измерил так. Ты взял ее, совершил знаменитый коллапсом волновой функции, ты ее сделал правой. Но поскольку у тебя это состояние становится нечистым, то есть оно становится смешанным, то ты про то левую сказать ничего не можешь. Ну, а как ты узнаешь, что она там левая? Ты делаешь это каким образом? Ты, например, сидишь, у тебя две лаборатории, между которыми ты синхронизировал время. Ты знаешь, что раз здесь у тебя один час дня наступило, там у тебя час дня было. И теперь ты в час дня одновременно открываешь эти коробки. Здесь у тебя правая, значит там должна быть левая. Потом вы встретитесь между собой в свамилии записи. И получается, что так оно и есть. Так оно и есть, да. По капитанской интерпретации, так не должно быть. По моей интерпретации, тогда это может быть следующим. Ну, какую школьку мы можем вести. Поскольку вы синхронизировали время, то вы повлияли на взаимосвязь, создали вот это мгновенное взаимодействие между ними. И это синхронизация времени? Это синхронизация не является у тебя взаимодействием. Почему? А как ты сейчас приезжаешь время? Извини меня. Не с тем способом, что посылаешь сигнал друг другу. А тем, что ты взял хронометр и поехал на две различные стороны. Так это и есть. Нет. Это не путем цвета. Это не путем цвета. Это ты, извини меня, как ты два хронометра взял, поставил рядом, установил одно время и поехал в разные концы. Как все равно, что ты взял две перчатки и поехал в разные концы. Ну все. То есть ты с собой начинаешь переносить систему ординар. Луна существует только тогда, когда ее увидишь. Понимаешь? У тебя получается, что Луна существует потому, что ты синхронизировал часы. Вот. Конечно. То есть Луна не существует тогда, когда ты ее не увидишь? Потому, что пока ты не синхронизировал часы, Луна для двух разных людей существует по-другому. Ну вот это, вот это и прикол. Ну а так понимаешь, я могу прикалываться так сколько угодно, изучение их там, может быть сколько хочешь, но придумывать. Но это ты же сам сказал. Это всего лишь проблема восприятия того, кто это делает. Но если он воспринимает, что часы с синхронизацией будет так, то будет так. Если он воспринимает, что спид будет разный, он будет разный. Почему? Эксперимент объективен. Вы решили, что он объективен так? Эксперимент поставили. Да ты фига уже стал объективен. Да ладно. Все это объективные в твоей голове? Да нет. Ну конечно нет. Эксперимент объективен. Это реально фотон поляризованного в плоскостях и смотрели, что с ним будет. Да нифига нет. Я не понимаю. Что такое объективный эксперимент? Все эксперименты субъективные. Ты сам только что про это говоришь? Ну не знаю. Ты только что объяснил, что если ты потом померишь, то сразу вот тут потом изменится. Если я захочу этот цветок с фикусами хорошо взвесить, то я взвешу и получу одну увеличенную. Стас через год его взвесит. Сейчас получу примерно такую же увеличенную. Булан взвесит, и даже ты получишь примерно то же самое. Смотри, ну вот нет, я сейчас тебе про что, про субъективность. Но для меня это так звучит. Смотри, вот у нас электрон улетел туда. Пока мы его не меряем, мы просто ничего не знаем. Ни того, ни другого. Как только померили, наше субъективное восприятие тут же повлияло на этот, потом и на тот. Ты же сам говорил про пространство для... Стас это то же самое, что эти два штуки связаны взаимодействием каким-то, происходящим. Не, не, никаким взаимодействием они не связаны. Проблема не взаимодействия, а проблема твоего восприятия мира. Ты воспринял тот фотон, значит ты воспринял и тот. Нет. Это же функция пространства. Нет, это же проблема. Подожди, я так понял. Я просто, может, тебя не понял. Я понял, что пространство это функция твоего мозга. Да. Ну, так и тогда это все оправдывает. Нет, ты о чем понимаешь? Ты говоришь, а моя интерпретация или Эпипенгагенская? Не знаю, как говорится. Я просто понял так, что если я замерил именно фотон, то значит я построил восприятие своего, ну, этого пространства между фотонами. И сразу понятно, какой фотон в том конце. Ну, примерно так. Ты меня будешь интерпретировать. Меня. Ну, не Копенгагенскую школу. Копенгагенская противоположная вещь. Она говорит, что фотон, пока я его не вижу, его… Ну, вот есть еще такой, знаешь, «Защитим каток, шадим лево», знаешь, да? В ситуациях, что у тебя… Что там считается парадоксом? Что у тебя есть некий электрон со спином вверх и со спином вниз, допустим, да? По квантной механике его положение не определено. Это суперпозиция. Спином вверх и спином вниз, да? То есть ты пока его не померил, ты не знаешь, ты просто принципиально не можешь сказать, что он находится. В отличие от Луны, которая, когда ты ее не меряешь даже, на нее и смотришь, она всегда есть, она всегда сияет на небе, да? То есть здесь ты просто принципиально не можешь понять, куда направлен спин, сверху или вниз, принципиально. Тогда он говорит, что представьте себе некую «Защитую коробку», что в ней спин вверх запускает эффект, запускает синий газ, и кот, находящийся в этой коробке, погибает. А спин вниз не запускает его, и кот живет. Но поскольку у тебя получается… Следующая вещь, что у тебя спин… что у тебя есть суперпозиция двух состояний, позиция из электрона вверх и вниз, и они таким образом оказывают связанность с жизнью кота, то кот у тебя получается, что суперпозиция двух котов – живого и мертвого. Нет, тут такого-то естественно быть не может, потому… Почему не может? Нет, ну это не может. Это вообще парадокса нет. Подождите, почему не может так? Вопрос времени. Ты уже забываешь еще про одну функцию – время. Это время здесь ни при чем. Ну как ни при чем? Да нет. В одном времени живой, в другом – мертвый. Да-да-да, запускаем. Но когда… Если он запустил, допустим, газ, значит он уже в этом состоянии, допустим, спин вверх. А если не запустил, значит спин вниз. Нет, у тебя парадокса следит, что он его не запустил на той поры… Пока ты не померил. Да, пока ты не померил. У тебя кот был жив или мертв? А ты этого не знаешь? Если он изначально был жив, значит он жив. Но тут функция времени, и ты опять упираешься во время. А ты сам думал… Это у тебя изначально… А зачем он был жив? А почему он изначально не был мертв? А это уж как мы захотим, мы изначально мертвого кота положим или живого? Ну… И он от этого живет? Почему он живет? У тебя… У тебя условно говоря, вначале был живой кот. Ну здесь… Я здесь с котом Шерингера я не люблю эту парадоксию, я тоже считаю, что парадокса как такового нет. Но оно просто объясняет тот простой… Для электрона… Для электрона… Оказывается, что его положение спина не определено. На той поры пока мы его не померим. Ну хорошо. Ну это… Сделано какое-то поручение. Ну это означает, что Луна не существует, если я на нее не смотрю? Нет. Это не означает, что она не существует. Это означает, что свойства его… Некоторые свойства не определены, если бы мы не посмотрели на нее. Но я бы сказал так… Ну у них нет никакого… Я бы сказал так… Что… Мы не знаем на какой… Понимаешь, в чем дело? Тут про электром и Луну… У меня связь такая… Я не могу сказать, в какой части неба она сейчас находится, пока я не посмотрел. То, что она есть… Вот электрома есть. И у нее спин есть. Это факт. Замечательно. А вот… Пока ты на нее не посмотрел, она находится в какой-то части неба или не находится? Находится. Находится. А электрон… Пока электрон ты не померял, у него есть спин? В том-то и дело, что его нету. Нет. Он приближается. Что нету, в отличие от Луны, которая даже если ты ее не померил, она где-то всегда находится. Электрон нигде и никогда сразу не находится. Ну, относительно… Ну, понимаешь, относительно жизни электрона… Именно поэтому возможен эксперимент по интерференции, что он одновременно проходит сквозь две щели. Ну, здесь ты почему? Словно говоря, как не находится. Он… Он размазан. То есть, это некое облако. Да. А измерения схлопают его в какую-то маленькую облако. Да. Вот и все. Он находится в пространстве, размазанном. Мне кажется, что вы пытаетесь вот как-то про электрон говорить слишком примитивно, как облака. Это такая примитивная для него конструкция. Если мы… Я принимаю твою теорию, что с точки зрения электрона пространство выглядит по-другому. Да. То понятия размазанности не существует. Правильно, да. Совершенно верно. Ну, никакого облака нет. Конечно. Совершенно верно. Но это все равно, что вот, я не знаю, рисочек бумаги, я вот так загибаю, да? Вот так вот, да. Вот, вот касаются они здесь. Вот электрон находится в этой точке одновременно. Для наблюдателей, которые живут в этой точке, это вот так. Наблюдатель – это вот так. Наблюдатель – это вот так. Ну, и что тут? Так он живет в одной точке. Правильно? Какой металлок? Совершенно правильно интерпретируешь. Для уважаемых копенгагенцев, сидящих вот на том диване, облака. На том диване, на скопенгагенку. Но, понимаете, в чем дело? Вот восприятие мира для меня, вот такое оно, или такое. Или сякое. А это тоже только допущение? Ну, не знаю. Это только допущение. Нахрен. Все не так просто. Я понимаю, что мои мозги не могут воспринимать мир в энмерное пространство. Как энмерное пространство. Просто мои органы чувств не способны это сделать. Возможно, мир многомерен. Мои органы чувств не позволяют это сделать. Поэтому мне приходится придумать, что это либо облака, либо листочек сложился. Ну, так это же проблема у моего мозга. Так это, блин, ну это, я так считаю, что это не точка зрения. Это не точка зрения. Это, что есть, вопрос о том, как на самом деле. Вот на самом деле листочек сложился. Как раз я с этим не соглашусь. На самом деле твой мозг может воспринимать это так, а может так. Но он не может воспринимать объективно, а как на самом деле. Ты не знаешь. Ну вот. То ли листочек сложился, то ли не листочек. Но это только интерпретация твоего мозга. Потому что у тебя… Но есть у тебя правильная, неправильная интерпретация? Нет, понятия правильная, неправильная. Я считаю, что есть. Есть эффективная, неэффективная интерпретация, которая позволяет мне там более эффективно что-то рассчитать и понять. А или которая не позволяет. А есть, да, а есть совсем эффективные. Ну, есть более или менее эффективные. А есть совсем эффективные. Есть же понятия замкнутой физической природы. А как я делюсь на объективность сочетается с тем, что пространство, время, формы чувств? Вот так. Вот очень интересно. Пространство, время, формы чувств. И, по тем не менее, они объективны. Ну и каким образом это? Ну а что это? У тебя фику-фику сажал, у тебя объективен. И Луна объективна. Просто форма их данности разная. На другом уровне там. Но форма их данности разная. Ну вот смотри, давайте приведу другой пример. Что написано у Карлоса Кастанеды, да? Что цветы, да? Мы их воспринимаем как недвижимые объекты. На самом деле, эти объекты движутся. Они живут так же, как и мы. Но в своем измерении. Но мы в этом измерении, в котором находимся мы, можем воспринимать их только как недвижимые объекты. Ну хорошо сказано. То же самое с электроном. Да. Понимаешь? Мы его воспринимаем как движущийся объект. А у него наоборот. Ты говоришь, что он не двигается. Ну какая она тебе нравится? Это проблема чего? Просто Кастанеды говорят просто, что я двигаюсь, они двигаются, я не двигаюсь. Это все понятно. Я так хочу сказать, он просто говорит, что качественно другое пространство для него. Еще раз говорю, объясняю. Это подразумевает, что есть некое абсолютное пространство, где все эти субъекты с разным пространственным временем и они являются частными случаями. Нет. А как? Не являются. Если для каждого субъекта, который иерархически выстроен сверху вниз, разное пространственное время, значит пространственное время вообще нет. И никаких объективных эффектов, вообще ничего этого нет. Ну вот есть получается. Все это только произвол той субъективности, которая не имеет. Да, но я не таким образом. Я же опять тебе говорю, точно так же можно сказать, что поскольку у нас от скорости движения, от системы отсчета зависит длина, скажем, бревна от скорости, то тоже можно сказать... То есть нам бревна от них от скорости не зависит? Как она не зависит? Ну да. Ну вот если я пойду к ней на настоящем бревну на костылях, то она будет у меня короче. Смотри, Игорь. Твои физические свойства мира, твоего мира, зависят от твоего сознания. Да. Понимаешь, в чем дело? Поэтому говорить про какую-то объективность мира в твоем сознании мы не можем. Но у Карла Сахастановны как говорит он? Вот есть линии мира, которые проходят через двую точку сборки. Ты в какой точке сборки находишься, такие функции мира у тебя есть. У детей она облуждающая. Поэтому они видят мир не так, как мы. Но мы заставляем их жить. Еще раз. Возвращаюсь к этому. К примеру, бревном мы велосипедистом и инвалидом. Вы понимаете, можно сказать, что у нас, поскольку длина бревна зависит от системы отсчета, от чего он идет на костылях или на 25 едет, то можно сказать, что она типа субъективна. Но это не так. Длина этого бревна абсолютно индифферентна к субъективности этой системы отсчета. От цвета глаз велосипедиста, к количеству ног у инвалида и так далее. Она к этому индифферентна. А ее интересует здесь только одно понятие – скорости. и точно так же и мы его рассмотрим. А ты удивишься, если твое восприятие, вдруг, твоего мира начнет воспринимать, когда ты стоишь, бревно более коротким, чем когда ты вдоль него движешься? Ну… Что, когда ты вдоль него идешь, оно становится длиннее и короче. Это правильно. Но это эффект есть, но это эффект объективный. Смотри, но с другой стороны, в другом восприятии сознания, у тебя наоборот, когда ты едешь во бревна… Каким образом укорочение бревна объективный эффект? Где я вообще не понимаю. Объективный эффект? Необъективный. Оно может у тебя как бы… Нет вообще какую-то армию устал говорить. Просто в крови. В зависимости. Она бревна определяется только в состоянии похоя системе отчета, которая походит относительно бревна. Нет. Все остальные – это способы… Нет. Это неправда. Нет. Это неправда. Она определяется любой системе отчета, движущейся, ну, в инерциальной системе. То есть, по вашему тому же, что бревна имеет много бревна? Да. А бревна, она становится… Да. А что если она последует? Подождите, подождите. Давайте из этого еще скажем. Из этого следующего. Никакой физики нет. Да. А есть только мета-иллюзии, да? Нет. Это неправда. А я могу привести пример. Когда бревна будет становиться длиннее, если ты идешь вдоль него, чем когда стоишь. Но когда я от него ухожу? Нет. Просто для этой физики… Сидишь он, ты… И когда ты будешь идти вдоль него, она будет становиться длиннее, чем если бы ты просто стоял. Потому что твое восприятие мира будет изменено. Но здесь оно очень важно, что эти эффекты объективно, тем не менее длина бревна зависит от скорости системы отсчета. Но не зависит от цвета глаз велосипедиста. Почему ты решил так? Ну… Т.е. 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 Тетя вне зависит отсчета. Т.е. 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 Оно будет зависеть, если твое восприятие мира, твои органы чувств не меняются, тогда будет зависеть только от скорости. Да, органы чувств, но и вообще здесь ни при чем. Конечно, ни при чем. Совсем ни при чем. Да, если бы они были как у электроновки... Тем не менее, вот этот характер, вот этого самого длины, этого самого брюна, он объективен. Хотя, самым образом, это зависит от скорости системы координат. Ну, вот такую вот эту точку зрения делают. Мечтельскую расскажем. Ну, вот такая точка зрения. Ну, ладно, хорошо. Точно так же я говорю, что у тебя этот масштаб, он не субъективен, в том смысле, он объективный характер, но вот есть подобного рода эффект масштаба. Ты приближаешься, у тебя, опа, листочек, и вот сжался. И запросто электрон тут по этому листочку путешествует. Ты на него смотришь, твои позиции, он тебе кажется всегда распределенным. Смотри, а вот другой еще вопрос. Смотри, вот если, как говоришь, твоя интерпретация, скажем, парадокса подольского родина, она просто там перемещает парадокс в другую сферу. Ну, получается, говоришь так, что поскольку там, скажем, в эксперименте два электрона, да? Да. И, ну вот, ты говоришь, что мы их меряем в далеких точках. И там, получается, странные вещи. А вы, системы отсчета, они в одной точке. Они в одной точке. Тогда, получается, исчезает всякая связь между электроном как объективностью и нашими экспериментами над электронами. Потому что мы-то меряем их в совершенно разных точках. Мы меряем, да. Мы берем вот эту штуку, вот ее взяли. Вот они здесь все стоят, а то мы взяли их, разгинули. Нифигасно. Но самое-то смешное, что получается интерпелляционная картина. Ладно, что они там, два разных-то точек. Какая картина? Вот интерпелляционная. Нет, мы сейчас с вами экспериментируем. А как она появляется? Откуда она берется, если, ну вот, размазано все по пространству? Откуда картина-то взялась? Получается, что электрон сам с собой проинтерпретил, это, это, взаимодействует. Ну, а... Ну, ты там, у тебя же она в одной точке проходит. Подожди, так, а у тебя, а что, обычная картина, он с чем-то еще взаимодействует, что ли? Нет, сам с собой... Ирак, более того, говорит, что интерпелляционная картина в квантрию механике, возможно, взаимодействующая... Что дает твое объяснение с собой? Да, дело не в этом. Что твое объяснение дает? Электрон проходит через одну щель, интерфелля... Не через одну щель, не через одну щель, да? Интерфелляционная картина, это вот такая. Значит, она у тебя, она возникает следующая. Вот представьте себе, у тебя волна, да, идет? Вот она, волна, идет как-то... Какое-то сложение, да? Да. И здесь у тебя идет интерфелляционная. Да. Теперь у тебя, как бы, вот, ситуация, она какая следующая? У тебя здесь свет, а вот здесь две щели, да, таких есть? Ага. Две таких щели, а здесь у тебя экран. И вот они так пошли, до центра они дошли. Если у тебя расстояние здесь одинаковое, вот это, которое они прошли, то фазы эти буквы складываются, она становится в два раза выше, да? А теперь представьте себе, что они на пол длины, вот это расстояние здесь отличается, да? На пол длины. Тогда у тебя здесь бугорок, а здесь у тебя парень. Да, не куча, не с того места. Вот эти здесь у тебя теплая светлая, да, интерференция, да? А здесь темнота. У тебя такая полосатая картинка возникает. Полосатая. Ну, подождите, это же не способ взаимодействия фотона между собой. Это способ наблюдателя за фотоном. Это у него интерференция в башке-то возникает, а не у фотона. Ну, да, я думаю, что да, у него, да. Ну, потому что, если это действительно вот так вот, ты знаешь, а разводит, то, да, у нас тут глаза разбегаются, я бы так... Да, да, я тоже так думаю, я так и думаю, да. Что глаза у меня разбегаются. Это не взаимодействие фотона с самим собой. Ну, нет, ну, короче, это... Это, подождите, это... Это свойство наблюдателя описывать его в нашем пространстве. Конечно, вот ввели теорию, или, ну, там, что, какое электричество, или движение электронов от минуса... Это способ нам описывать его. Вот это его эффект. Я же говорил, то есть, тогда интерпретация, в общем-то, ничего, по сути, не объясняя, как бы, она разрывает... Знаю, Стас, знаю. Связь разрывает между экспериментом и теорией. Не называя это на связи. Ну как, ну, электрон в одной точке. Вот, два электронов в эксперименте Патрульского розыгрыша в одной точке. В одной. А в эксперименте в реальном, они в разных точках. Ну и что, и как это понимать? Ну, мне это интересно вопрос, что существует Луна, тогда, когда на нее никто не смотрит. Существует, блин. А стрибиток какая разница? Сейчас я считаю. Понятно. Я не понимаю, какая разница между электроном и Луной. В чем-то, что-то ты хочешь поймать это все. Я хочу. Луна... Как мир устроен на самом деле. Но смотри, Луна у тебя находится на листе. И она обладает такими же свойствиями, как и ты, который находишься на листе. А фотон, ты же сам только что рассказал, для него нет всего пространства, да. У него, для него этот вид выглядит по-другому. Зачем ты хочешь сравнить фотон с Луной? Потому что я смотрю... Ну, это как? Нельзя сразу, блин, жопу с пальцем. Ну вот, а я хочу, да. А зачем? Какой смысл? Только что нам рассказал, что, блин, этого делать нельзя. А теперь говорит, блин, ребята, теперь я не понимаю, есть Луна или нет. Но ты точно так же можешь сказать про парня, который на велосипеде вдруг бревн ездил, запстрел. Ну да. Какая разница ему там? Бревно и бревно? Нет, нет, подожди. Ты сейчас тут чуть-чуть переведешь, глядешь факты. Вот, я тебе про парня, если с бревном, то тут нельзя. Парень и бревно находятся на одном листе. А фотон и Луна находятся в разных фактически мирах. Понимаешь? Ну это как если бы... Я по середине между ними, да. А ты не посередине. Давайте только лучше этот ход... Ты не посередине находишься. А что же не? Давайте так, давайте, допустим, согласиться с тем, что твоя вещь здесь как перчатки находятся в определенном состоянии. Да. Ну, что это изменит тогда в нашей физике? То есть мы все равно не знаем на самом каком конкретном состоянии. Ну вот это не так. Это не специальная теорема о скрытых параметрах, которая доказывает, что такого вот такая вещь в квантовой механике быть не может. Еще не скрытые параметры, я говорю. Потому что если ты на самом деле, если их перчатка, это вся бы электрон, как и перчатки находятся в конкретном состоянии, а ты просто не знаешь, в каком они состоянии делается. Нет. Нет. Ну а как? Ну а дверь причатки лежит одна в одной коробке, другая в другой, и ты не знаешь, в какой какая лежит. Это что, тоже скрытый параметр, что ли? Да, да. Ну ты ерунду говоришь. Что это? Это самый, что у нас есть настоящий скрытый параметр. Какой это скрытый параметр-то? Ну вот сейчас электрон летит. Диарема не права. Вот электрон летит сейчас за дверью. В каком состоянии? Ни в каком. Он ни в каком. Как он понять ни в каком? Я тебе говорю, в каком-то. Я тебе говорю, а он в каком-то, тебе говорю. Как перчатку. Это диарема квантовой механики, диарема скрытых параметров. Это не скрытый диарем параметр. Ты не знаешь, что нету там ничего. Слушай, ты вот меня на штанге больше другой. Я не понимаю. Я говорю про перчатки. Перчатки лежит. Там либо правая, либо левая. Давайте уже так про квантовую механику распошли, давайте насущные проблемы решим. Меня вечно мучает один вопрос. Да. Вот смотрите. Фотон нафиг, он существует или нет? Существует. Почему тогда, когда мы выключаем лампочку, света нет? Да. Где фотоны? Куда они делись? Кончились. Куда они кончились? Кончились. Сто barrels улетели блин. А куку świeто улетели. Куда они. Куда угодно улетели. А почему вот так вот они не улетают? Они не проходят через руку и я их не вижу. Почему? Твёрдые. Да они твёрдые. Потому что не проходят сквозь него фотоны. Куда они бегаются, когда в руки упираются? Поглощаются. Куда они поглощаются? Про аматом, которые в руке разположены, они поглощаются и тебе становится чуть-чуть теплее. Иногда ты ещё и загораешь даже, если наслетут. Ну так вот теперь скажи мне, а какого фига они тогда отражаются в зеркале? Атомы не отражаются, да. Они иногда повнощаются, иногда отражаются. А почему? Атомы такие. Какие такие? Ну такие плохие, чем зеркало. А, вот видишь, а вот теперь давайте с этой точки зрения, что происходит с рукой и зеркалом? В чем? Где зеркало, а где рука? Давай у нас как-то видишь, какой-то... Вот это для меня на самом деле непонятная вещь, потому что для меня фотон, как ты говоришь в этой интерпретации, это бесконечная частица, у которой нет ни времени, ни пространства, и она никуда не исчезает и никак не растворяется. А тут вдруг она растворилась. Понимаешь? Парадокс. Вот это парадокс для меня заболела. Более парадокс. Ну я понимаю, ну ясно. Не, ну просто правда, ну реально, ты только что говорил, что для фотона не существует. То есть с точки зрения фотона он вечен. А, нет, точно. Фотон вечен, да. Нет, нет, нет. Аркадий, частицы же, они уже взаимно превращаются друг в друга, понимаешь? Я хочу вопрос, мой год в чем? С точки зрения фотона, вот ты же рассказывал про это, про квантовый механик. Что квантовый механик это говорит? С точки зрения фотона он вечен. С точки зрения фотона он не летит к тебе сквозь пространство, он чего-то претерпевает. С моей позиции. А, то есть он не вечен, берет и начинает меняться. Он просто претерпевает чего-то, да. Берет и претерпевает. Как ты вот сидишь и страдаешь. Потому что тогда бабушка, как я его говорю, сошелась со своим дедушкой. Ты видишь, а ты сидишь и страдаешь. Ты же не летишь к ним, как бабушке, дедушке, сквозь пространство, а ты просто претерпеваешь. Все, понятно. Все, а то я неправильно тебе понял. Ага. Ты его претерпеваешь. И он точно так же претерпевает. Да он сам, он претерпевает. Для него пространство убогненькое очень. Для него твоя рука, это же для него не пространственный объект. Это то, от чего ты страдаешь, как любить твоей бабушке с твоей дедушкой. Точно так же он страдает. Насколько у Фатона бывают бабушки с девушкой. Вот такое. Давайте какой-нибудь вывод сделать тогда уже как-то. Мы в очередной раз сегодня продвинулись к тому замечательному тезису Нейса Бора, который состоит, что если человека не удивляет квантовая механика, значит, он ее не понимает. И мы, по крайней мере, ближе подвинулись к ее непониманию. То есть к удивлению. И таким образом мы ближе подвинулись к приниманию квантовой механики. Ну, я бы сказал, на том сознании восприятия мира, которое было у него, его квантовая механика удивляла. Но нас там, например, давно уже не удивляют телевизоры, недавно не удивляют спутники, которые летают. Так вот, по поводу удивления от телевизора и радио, ну, от другого, чем от знакомства квантовой механики. А если, говорит Бог, если ты на самом деле не удивляешься квантовой механики, это означает, что ты с ней не знаком. Да ну, ты что? Мне кажется, она стала для тебя привычной, ты уже принял ее такой, как она есть. Чего ее удивляться-то? Это в те времена, да? Это не так, как с телевизором. С телевизором, если ты его знаешь, на что он тебя не удивляет? Если ты его не знал, то он тебя удивляет. С квантовой механикой ровно наоборот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok